Мы находимся в преддверии большой войны, и эта большая война, ну она фактически уже идет таким подковерным образом, она многокомпонентная война, ну наверное как все войны, в ней отчетливо прослеживаются два вектора. С одной стороны это конфликт между международной бюрократией разных типов, от МВФ до, допустим, структуры ООН, структур Евросоюза, различного рода международных фондов и так далее, и так далее. Это такая большая гремница, которая находится еще в стадии строительства, в стадии, так сказать, формирования ядра. И с другой стороны это национальные бюрократии, национальные суверенитеты, которые становятся все более и более антикварным фактом минувшей истории, но которые не желают уходить со сцены, их выбивают одного за другим, причем начиная пока что с таких наиболее слабых и периферийных. Но и в ходе этой войны проявляется другой вектор. Это вектор противостояния правящих верхов, которые курируют глобальную систему, и низов, которые категорически и тотально недовольны с тем, что называется мировая цивилизация, с тем, как складывается ситуация, так сказать, их жизни, ни в идеологическом, ни в духовном, ни в символическом, знаковом, ни в экономическом смыслах недовольны. То есть сегодня то, что на наших глазах происходит, ну ярче всего, конечно, на Ближнем Востоке, но я бы подчеркнул, что не только. Это конец капитализма, о котором говорили еще в 19 веке, который предрекал Маркс, и который не состоялся с приходом социализма, потому что социализм сам оказался инвариантом госкапитализма. Но на самом деле окончательное торжество финансово-кредитного спекулятивного капитала над реальной экономикой, оно более надежно хоронит мировой капитализм, чем социалистическая революция и диктатура пролетариата. И получилось так, что сегодня интересы глобальных низов взялся выражать радикальный политический ислам. То есть интересы всех тех, кто находится в аутсайде мировой системы, независимо от их конфессиональной принадлежности, они так или иначе совпадают именно с политическим исламом, который единственный бросает жесткий безальтернативный вызов мировой системы. А на наших глазах происходит кризис, слом и уход на мусорную корзину истории, либерального клуба, который исторически существовал несколько столетий, а восторжествовал над всем и стал фасадом глобального общества, начиная с 1945 года. Сейчас идет процесс завершения того, что называется 72 года после Великой Победы. Сейчас 70 лет, но 70-72 это та маржа, в ходе которой идет реализация этого дела. 72 года это очень важный, так сказать, элемент стрелок мировых космических часов, потому что это 30-я часть стоянки Солнца в зодиакальном знаке, 2160 лет. Вот это, короче говоря, один день космического месяца. Вот этот один день космического месяца, он был отведен для триумфа и для торжества либерального клуба, который, начиная с 18 века, готовил свои ресурсы для того, чтобы выйти на передний план, захватить, так сказать, блокирующий пакет в мировом обществе, в мировой системе. Но сегодня наступает этому конец. И на самом деле, конечно, идет подготовка к смене формации, то, что называлось раньше общественно-экономическая формация. Капитализм, социализм и так далее. Мы присутствуем при первых сдвигах, при первых, так сказать, явлениях того, что меняется формация. А это означает, что выходят совершенно другие группы людей, другие носители совершенно новых модальностей сознания, которые оспаривают, кто будет держать вот этот блокирующий или даже мажоритарный пакет акций в будущем, в системе как бы будущего человечества. Эта борьба идет именно сегодня. И Ближний Восток стал ключевой, ключевым регионом, то есть он стал важнейшим регионом. В общем, он всегда и был, потому что выдвижение Европы в евроцентрическую позицию мировую – это всего лишь дело последних 200-300 лет. А вообще-то всегда именно Ближний Восток и был центром мира, о чем мы забыли под влиянием промывки мозгов западной пропаганды. На самом деле сейчас мы видим, что ситуация возвращается к таким коренным фундаментальным параметрам. Ну и, конечно, происходит очень сильная перестановка акцентов и очень много мифов на наших глазах рушится. В частности, на наших глазах рушится миф о том, что Иран является авангардом революции антиимпериалистической, что в 1979 году со свержением шаха Иран превратился в знаменосца оппозиции секулярному либеральному Западу. И, значит, на него должны ориентироваться все люди, которые бросают системе вызов. Оказалось, что это не совсем так, потому что подковерным образом в течение всей истории после 1979 года Иран имел закулисные отношения не только с Соединенными Штатами, которым он ловил и выдавал борцов с мировой системой под предлогом, что это террористы, не только он содействовал захвату и оккупации силами НАТО Афганистана, но еще, оказывается, и подковерные и закулисные отношения с Израилем имели место, при том, что риторика была абсолютно жесткая, безальтернативно антиизраильская. Но сегодня выявляется то, что Иран пытается стать в позицию региональной сверхдержавы, местного локального жандарма, который на словах говорит, что мы с вами не играем ни в какие общие игры, ни в какой общей песочнице, потому что у вас грязные руки, говорит Иран Западу, на деле выполняет заказ по урегулированию ситуации, которая исходит именно от самого Запада. Ну и там не будем углубляться в вопрос, но совершенно понятно, что национальная бюрократия под крышей клирикалов в Иране, она играет те же самые игры тайной дипломатии и так называемых национальных интересов, которые погубили уже не одну страну и которые являются, конечно же, абсолютно антиреволюционным, контрреволюционным дискурсом и модусом действий. Но на самом деле это не главный факт сегодняшних событий, не главный момент, потому что многие прозорливые люди уже значительное время до нынешних событий понимали, что Иран это, как говорят французы, фо-жетон, то есть не нужно делать ставку на него, как на знаменосца оппозиции мировой системе, что он на самом деле является частью мировой системы. А более важный факт – это следующий. Испуганные превозглашением халифата со стороны ДАИШ, то есть со стороны исламского государства, страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, попытались организовать, ну, сделать, по крайней мере, первый шаг в сторону халифата сверху. То есть они, пользуясь событиями в Йемене, которые на самом деле далеко не так опасны для соседей Йемена, как это изображается, пользуясь этим как предлогом, они попытались создать новый уровень, новый виток интеграции, который мог бы послужить прологом к уже превращению этой интеграции в некий сакральный синтез, такой арабский, не арабская НАТО, а арабский ЕС, ну, в котором, естественно, существует фигура, облеченная таким сакральным авторитетом. То есть это был бы халифат, но халифат сверху. Это то, что рассматривалось элитами региона, как единственный шаг, чтобы предотвратить возникновение халифата снизу. Вот. И дополнительно на это указывают то, что они попытались выйти за рамки вот чисто арабского такого между собойчика, выйти за рамки арабской песочницы именно в большой исламский мир. И привлечь туда и Турцию, которая провалила неосманский проект по воссозданию османского халифата, и Пакистан. А я напомню, что главное сожаление, главные слезы, проливавшиеся по поводу конца халифата османского, который кончился всего 90 лет назад, вот, это проливали индийские мусульмане. Именно индийские мусульмане, которые сейчас в основном живут в Пакистане, они были как раз носителями вот большой ностальгии по халифату. И вот Пакистан, значит, который несет в себе вот эту тему наследственно-традиционную, и Турция, которая вот-вот она как бы стояла вот у порога возрождения недавно кончившегося османского халифата, вот они были приглашены тоже туда. Но сейчас уже можно сказать, что эта инициатива сверху, по созданию халифата сверху, она провалилась. Она провалилась по многим причинам. Ну, во-первых, потому что арабские правящие круги, которые возглавляют страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, и в первую очередь Саудовскую Аравию, они некомпетентны для решения проблемы восстановления сакрального субъекта уммы. Они не квалифицированы по многим причинам. И кроме того, как выявляется ситуация вот сегодня уже, они не поддержаны исламским миром за пределами сугубо арабского поля. То есть ни Турция, ни Пакистан не пошли на поддержку вот этого вот союза арабских государств. Кроме того, действительно, как отметил Шамиль Загитович, Египет сегодня находится в очень сложном положении. То есть привлечь его как опорную, такую ударную страну, как некий такой молот. Это, в общем-то, такое wishful thinking. То есть не получится. Более того, я скажу, что вот то, что было сказано про положение на Синае, это очень интересно. Это очень свежие, интересные факты. Но вот то, что известно мне, это то, что ситуация, которая происходит в Сирии, она будет происходить в Египте тоже в достаточно близкий, обозримый период времени. Возможно, до конца этого или с начала следующего года будут открыты новые фронты со стороны и Синая, и Оливии против Египта. И запас прочности у Египта гораздо меньше, чем у Сирии. Ну, хотя бы потому, что это разные... Против режима против Египта. Да, против режима. Против режима Сиси. Потому что режим Сиси – это незаконная, захватившая власть путем переворота военная хонта. А в Сирии все-таки это партийная структура, которая существовала там многие десятилетия, опиралась на партийную бюрократию и на клановую систему. Здесь как бы вот все, что происходит в Каире, это по сравнению с Сирией – это пена. Поэтому я думаю, что, конечно, эта ситуация в Египте, она сегодня, которая существует, носит очень недолговечный характер. Но главным призом ДАИШ является, конечно, режим Саудовской Аравии, потому что он представляет собой ту язву, которая отравляет исламский мир, ту язву, которая вносит дезорганизацию, блокирует потенциал, политический потенциал исламского мира, дезориентирует огромное количество мусульман, привыкших считать хранителя двух святынь, то есть короля Саудовской Аравии, который взял на себя узурпационно полномочия по охране Мекки и Медины. Многие мусульмане привыкли относиться к этому с доверием, потому что в отсутствии реального халифа, как бы мы ни относились к неправедному халифу, но халиф есть халиф, он является точкой сборки для огромной уммы. Вот в отсутствие халифа почему-то в его, условно говоря, сандалии встал абсолютно незаконно саудовский монарх, который ни по каким параметрам туда не может подойти, но просто потому, что он захватил в 20-е годы территорию Хиджаза, где находятся две святыни исламского мира, он оказался очень близок к месту, откуда излучается всемирный авторитет ислама. Что он до сих пор использует? Так вот, главным призом ДАИШ должен быть и будет в скором времени естественно этот режим, который неизбежно падет. И в этом смысле система союзов и блоков, она далеко не так проста, как кажется. Например, все думают, что на юге Аравийского полуострова в Йемене борьбу против ставленников Саудовской Аравии ведут шииты. А это не так. Думают, что этих шиитов поддерживает Иран. А это не так. Эти шииты в значительной мере находятся в союзе с суннитами Йемена. Это на самом деле надмасхабный синтез. А еще я должен упомянуть, что партия Ислах, которая в Йемене представляет интересы салафитской части населения, фактически отказалась противостоять хуситам, когда те продвигались и брали центры управления. То есть фактически при ее пассивном наблюдении, хотя ее риад подталкивал к развязыванию гражданской войны, хуситы и пришли к тому статусу, который у них есть сегодня. То есть там все гораздо сложнее. И на самом деле борьба хуситов, она резонирует, она находится в как бы таком консонансе с борьбой радикального политического ислама, в котором доминирует, естественно, суннитское подавляющее большинство. То есть здесь союзы совсем другие. Что же касается интересов Ирана, как я сказал, уже совершенно очевидно, что эти интересы сводятся к регионально-национальным интересам, что это интересы корпоративной бюрократии. И поэтому они по определению провалят любую сверхнациональную, такую глобальную задачу, как в свое время бюрократия СССР провалила задачу мировой революции. Потому что тут понимаете, либо вы охраняете теплые местечки для себя и своего потомства, либо вы делаете мировую революцию. Нельзя делать два этих дела одновременно. И неоднократно можно было слышать от высших руководителей Иранской Исламской Республики, что Исламская Республика Иран – это такой вот глиняный сосуд, в котором трепещет пламя Исламской Революции. Очень важно, чтобы этот сосуд не разбился и защищал это пламя. При этом, значит, ныне покойный Хачилаев, который был депутатом Думы, ездил в Иран, пытался там решить какие-то такие яркие глобальные проекты, он в конце концов возмущенно и воскликнул. Если вы так это язычок этого пламени охраняете в этом глиняном кувшине, то кому этот язычок пламени нужен? Я думаю, вообще никто не видит. Это на самом деле действительно такая миссия национальной бюрократии. Вот защищать язычок пламени виртуальный, ну, главное, чтобы ничего не коснулось этого глиняного сосуда. Ну, сегодня все перекраивается, все будет в ближайшее время выглядеть в значительной мере по-новому. И в этом смысле я бы хотел закончить, процитировав одного молодого курда из Кабани, который приехал сюда, в Россию, просить военной помощи против ДАИШ, говоря, что вот мы там мощно защищаем Кабани, только вот нам не хватает оружия и людей. А начал он очень интересно с того, что сегодня настолько несправедливость той мировой системы, при которой мы живем, очевидна для всех, что практически 90% населения являются потенциальными бойцами ДАИШ, значит, мирового населения. После этого он сделал паузу и сказал, поэтому мы должны изо всех сил защищать эту мировую систему, встать на ее защиту и бороться на последнем рубеже. То есть я просто был в шоке, я говорю, а где у вас, собственно говоря, логика? Ну, понятно было совершенно, логику я его понял, потому что, значит, ну это такое вот двоемыслие, которое характерно для очень многих. Кстати говоря, то, что ДАИШ, вот многие упрекают ДАИШ, почему он не борется напрямую с Соединенными Штатами, с Израилем и так далее. Вот. ДАИШ борется с курдами. По-моему, в этом вопросе ни у кого никаких сомнений нет. Сегодняшние курды, будь то в Сирии, будь то в Ираке, в особенности в Ираке, это рука Запада. Там есть американские и израильские инструкторы, они получают напрямую финансовую подпитку, то есть Америка прямо говорит о том, что Курдистан это вот фактически площадка их присутствия. То есть борьба с курдами сегодня это борьба с Западом. Вот. Так что на самом деле мы присутствуем при очень интересных, как бы таких первых раскатах грома, еще даже первые капли дождя по-настоящему не упали. Вот. Можно сказать, что это мы пока свидетели похода рабочих к царю 9 января. До баррикад на Красной Пресне дело еще дойдет. Я уж не говорю о всем остальном. Спасибо. Насколько я знаю, в ИГИЛ или в ДАИШ, как мы его называем сейчас, воюют не меньше 700 граждан с российскими паспортами. А Смирнов вот называл цифру 1700 людей из СНГ, которые вхожи на территорию России. Вот как вы думаете, насколько велика социальная база в России для вербовки вреды ИГИЛ, и чем они так привлекают наших граждан? И что вы могли бы, ну, как бы, предложить в качестве рецепта, чтобы этот поток прекратился наконец-то? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я хочу, вы знаете, сказать откровенно, да, большой социальной базы в России, да, для ДАИШа нет. И это одна из причин, почему Лавров не прав. А нет. 95% мусульман, в отличие, предположим, от арабских стран, они не будут поддерживать ДАИШ. И не поддерживают ДАИШ. Есть только определенные, так сказать, обездоленные части, это на Северном Кавказе, которых, да, которые это могут. А так больше нет. Потому что у нас, наше мусульманское сообщество, я не говорю умма, потому что в России уммы нет, да, сообщества, оно в значительной степени секуляризировано. Оно не знает истории ислама, оно не знает правил, оно интегрировалось с российским обществом. Считать здесь нет. Гораздо более опасная ситуация в Центральной Азии. Вот в Центральной Азии, я знаю, опять-таки, например, в Таджикистане, да, в Таджикистане. Вот я внимательно это знаю, страну следую. Вот там, если завтра там появятся отряды ДАИШ, да, отряды ДАИШ, 80% населения Таджикистана их поддержит. Как и в Узбекистане. А? Как и в Узбекистане. В Узбекистане может быть и больше. Почему? Потому что, возьмите Таджикистан, да, у власти находится совершенно оторванная кучка людей во главе с Рахмоном, которые опираются на Кулябский клан. Все, они потеряют всякого рода ощущение реальности, связи, что такое там происходит и так далее. В Таджикистане существуют подпольные отряды, вооруженные отряды, это не подпольные, вооруженные, которые существуют, и с которыми ничего не могут сделать в этом плане. Та же самая ситуация в Узбекистане, на юге Казахстана и в Киргизии. Если, не дай бог, Каримовым что-то случится, если что-то случится с Таджикистаном, с Назарбаем, если что-то случится с, как его, с Рахмоном, то здесь может вспыхнуть проблема. И вопрос заключается не в том, что, теперь вот по поводу советов, да, значит, у нас в прошлом году была, кто-то ездил из каких-то, как это у нас, кто этот возглавляет, ОДКБ, этот, как его, бывший генерал-лейтенант, да, Бордюша. Вот он приехал, и как вы ему сказали, что так и так сложно, вот он сказал, что мы там будем укреплять нашу военную группировку, это смешно, ребят, я просто не представляю, вот как, это же, даже слов у меня нет. Вопрос заключается в следующем, делом, что, вот, опять, сейчас Костя мне скажет, опять я там что-то говорю, да, по поводу Дайши и так далее. Врага надо знать. Чем привлекает Дайши, да, в идеологическом плане? Почему с точки зрения идеологии Дайши самая главная страна на Ближнем Востоке? Нет, никакой арабской страны, которая по идеологии была бы сравнима. Она предлагает две вещи, ключевые. Кстати, которые в свое время легли в основу сталинского проекта 30-х годов, сталинской идеологии. Первое, они говорят, это общее дело, это общее дело не иракцев, не сирийцев, создание халифата, воссоздание, это создание всех мусульман во всем мире. Вы должны приехать, можете приехать, у нас такая-то, такая-то потребность, и принять участие в этом общем деле. Потому что идеологии держатся тогда, когда есть общее дело. Например, в России есть у нас идеологии? Нету идеологии, потому что нет общего дела. Там построение российского капитализма не может быть общим делом, в этом смысле. И второе, что они дают, они говорят, они вытаскивают на передний план ключевую исламскую ценность. Какая ключевая исламская ценность? Социальная. Справедливость. Справедливость. А теперь скажите, во всем мире справедливость является бранным, матерщинным словом с точки зрения элит. Почему и отношения среди простых людей на Западе такое к Дайшу и так далее. Вот. При всем при том, они бьют по каким-то очень ключевым точкам. Теперь, если бы, условно говоря, меня бы назначили по главному, по ведомству, по противодействию Дайшу. Я бы сказал, ребята, первое, что нам надо сделать, нам нужно создать настоящую идеологию, чтобы она была привлекательна. И в основу этой идеологии нужно поставить понятие справедливости. Если этого не будет, во всяком случае, в Центральной Азии в ближайшие 5-7 лет, я прогнозирую, мы абсолютно точно проиграем. И никакими там дивизиями. Я же, я сказал, текритские события показывают. Этого не сделаешь. Это идеологическая, политическая борьба. И здесь надо идеологии противопоставлять идеологию. Вот и все. Если у вас коррупционный режим, то вы должны что-то сделать для того, чтобы противодействовать. Единственный с моей точки зрения подход. Танки, дивизии посылают. Во-первых, в России особых большого количества этих дивизий уже не осталось. А во-вторых, история показывает, что танки и дивизии идеологию победить не могут. Вот вы сказали, что идеологии, построенные на двух вещах, на чувство справедливости и общего дела, трудно что-либо противопоставить, что это должна быть тоже идеология. И что же это должна быть за идеология? И может быть, если в данном случае все как-то замешано на религии, может быть, христианство могло бы стать какой-то силой в данном случае? Вы знаете, это не я, мусульмане, а христиане еще в начале 20 века заявили о том, что христианство умерло в Европе, перейдя в культуру. Да? Перейдя в культуру. То есть, христианство, например, в той же Западной Европе, в Соединенных Штатах, оно потеряло вот эту пассионарность, энергетическую пассионарность. Она не может мобилизовать. Это, кстати, и у нас, да? Вот у нас иногда руководители нашей православной церкви время от времени выступают и говорят, что, эх, хорошо бы, чтобы у нас были фундаменталисты появились, да? Типа того, что как радикалы, что-то такое, да? Ну, отец Смирнов, да, знаете, да, его, вот он выступает, священник, да, он очень часто говорит об этом, мусульмане такие, такие, да, но у нас нет, вот у нас должны быть такие, надо брать в этом смысле пример с мусульманом. Понимаете, энергетика должна быть. Когда я говорю о том, что его противопоставить, это не получится. Я просто хочу сказать, вот сейчас Путин, он находится на некой грани, да, вот вся грань. Либо он отступит, если он отступит, а там он уже на Западе приговорен, естественно, да? Либо он должен идти вперед, как лидер. А идти вперед он должен, если он создаст, сформулирует, выдвинет идеологию. Идеологию, под которой бы пошли не маргиналы, а десятки миллионов. И в основе этого лежат те же вещи, но уже выраженные русским языком, английским, французским и так далее, о которых говорит дальше на арабском языке. Это справедливость, да? Это общее дело. Почему, например, в Европе усиливается антисемитизм? Он усиливается? Об этом говорят, в том числе Израиль и так далее. Не потому, что этнически усиливается ненависть к евреям, а потому, что современный капитализм, который порождает страшное неравенство, да, неравенство. Вот это неравенство, оно за последние шесть лет так называемого кризиса, оно возросло на много раз в глобальной системе. Оно ассоциируется с группой еврейских банкиров, да? Вот оно, несправедливость. Вот эти группы, которые, так сказать, эксплуатируют всех, вся и вся. Почему Путин это не может использовать? Не обязательно говорю про евреев. Он не может использовать, потому что он друг Натаньяху. Нет, это, я хочу защитить Владимира Владимировича. У настоящих лидеров не бывает друзей. Настоящие лидеры, они всегда одиночки. Если у лидера есть друзья, потом появляются собутыльники, потом и так, все. А у него есть друзья. Нет, у него нет друзей. У Путина нет друзей. Поэтому нужна идеология, нужна позиция. История показывает, в частности, российская. Нельзя построить стратегию, как путь в будущее, если у тебя нет идеологии. Потому что стратегия, вот этот путь в будущее, не может один Путин пройти, или его какие-то люди и так далее. Это должны сделать, условно говоря, 20, 30, 40 миллионов россиян, должны поддерживать. А кого они должны поддерживать? Третий Рим. Нет, это третий Рим, это лозунги, лозунги. Третий Рим это не общее дело. Вы же не можете сказать, ребята, сейчас мы построим Третий Рим, или Четвертый Рим, или Пятый Рим, да? Сразу возникнет масса вопросов, скажут. У нас есть идеология. Почти говорят. Русский образ. Русский образ. Россия, лидеры в российстве. Это идеология. Так. Это все. У нас время поджимает. Я хочу еще подождать, я сейчас одну вещь скажу. Вы знаете, вот Сталин оказался в определенном смысле выше, чем Карл Маркс. Карл Маркс заявил, что идеология это ложное сознание. Помните, да? Ложное сознание. Сталин в своей деятельности в 30-е годы опроверг Карла Маркса. Он сказал, что идеология это не ложное сознание, когда эта идеология становится реальным мотивом действий десятков миллионов людей. Вот тогда реальность и идеология они одинаковы, они идентичны. Вы можете говорить Третий Рим, русский образ и так далее. Это где-то там. Это нужно, чтобы не просто сказать это общее дело, а чтобы в рамках этого общего дела, как в 30-е годы в Советском Союзе, или 40-е годы, миллионы, десятки миллионов людей работали. Как вы можете представить, чтобы десятки миллионов россиян работали над реализацией образа Третьего Рима? Я этого не могу представить. Это абракадабра. Логика вот этого рассуждения сейчас, она очень похожа на то, что творилось с перманентной революции Троцкого, которая выродилась в построении социализма в отдельно взятой стране, да, затем образ иранской революции, зажатой вот в глинном кувшине, может ли стать так, что Даш, получив свой приз, в Саудовской Аравии тоже превратится, начнет строить исламское государство на территории отдельно взятой Саудовской Аравии и успокоится? Я бы сразу хотел внести маленькую коррекцию. Идея перманентной революции не вырождалась в отдельно взятое государство, а просто отдельно взятое государство теория, которая была противопоставлена сознательно перманентной революции. Нет, не получится, потому что уже сегодня Даш мыслит в таких категориях, которые абсолютно кончают со всякой местечковостью, изоляцией и так далее. Вот, например, они создали, по крайней мере, сейчас пока виртуально, регион, такой геополитический регион Харасан, куда входит, на минуточку прислушайтесь, это исходит из территории, которая занимает часть Ирака и Сирии. Они создали регион Харасан, куда входит Афганистан, Пакистан, Бангладеш и Индия. Вот, и они уже принимают решения по судьбам этого региона. Африка уже тоже является созданным таким вот регионом геополитическим и там существует масса организаций, которые принесли присягу на верность исламскому государству. То есть сегодня это уже ислам-интерн, который работает. Не будем забывать, что Сталин, он последовательно натушил комментерн, кончил тем, что в 43-м году он его окончательно упразднил, уничтожил, потому что это у него попросили его англосаксонские друзья, между прочим. Так что здесь принципиальная разница. Принципиальная разница и вот такой изоляции не будет. Но потом Сталин восстанавливал термидорианскую империю, ликвидировав тему мировой интернациональной революции. А ислам не предполагает империи, где вы пьете за русский народ, как системообразующую нацию. Ислам это универсальная доктрина, которая открывает свои ворота любому. Там хоть... Какая? Иранская Иранская революция была проведена клерикалами, это не исламская операция вообще изначально. Исламская революция это революция осуществленная в интересах традиционалистского клуба. Ее возглавляют клерикалы, мировоззрение которых неоплатонизм, не имеющий вообще никакого отношения к Корану. Да, конечно, они знают Коран, говорят по-арабски, но их идеологи фундаментальные это Мула Садра, это Махиддин ибн Араби, который вообще картовский суфий, шейх Акбар, это люди, которые стоят на платформе пантеизма, это не оплатоники, причем тут. Они все клерикалы, это корпорация клерикалов-трандиционалистов. Это не ислам. Симфония государства и церкви Византия стояла на концепте симфонии. В Европе было сложнее, там была борьба между воинами и попами, которую воины проиграли в конечном счете попам. А в Византии воины изначально как бы не были как фактор, а были попы и равноапостольный император Константин он сразу все так понимал. Но Константин это не Рим, это не Византия. А это тоже Рим. Это тоже Восточный Рим. Восточный Рим. И это самая значит возникла ситуация, при которой церковь является верхушкой как в традиционных языческих обществах, как в Египте в древнем. Жречество венчает пирамиду власти. А Коран нам что говорит? О том, что все правители преступники. Понимаете? Поэтому как тут на этом объединиться? На этой нотке оптимистически мы завершим наше мероприятие. Спасибо всем.